Ребят, всем привет, меня зовут Сергей Ефремов, я K-инженер, живу и работаю в Калифорнии, а также преподаю на нашем курсе KML, K Automation Engineer. Мы учим на тестировщиков, если кому интересно, ссылка в описании, приходите к нам, у нас есть бесплатные уроки, учите себя с семьей и работайте, хорошо зарабатывайте. И сегодня я немножко поговорю не о технической части. Я когда-то был молодым эмигрантом, я переехал в США, и я думаю, что многим интересно, как вообще подготовить свой переезд в США, к чему быть готовым, что вас ждет, где искать работу, где находить продукты, где покупать машины, в общем, к чему быть готовым при переезде в новую страну. Это очень важно, потому что, когда мы переезжали, мы всего не знали, и мы обращались за помощью, и даже платили за это деньги. Но сейчас много очень информации в сети, и моя цель, ребят, рассказать вам, что нужно сделать, на что обратить внимание, где искать информацию при переезде в США. Но я вам расскажу не просто на словах, я расскажу вам на реальных примерах и на тех примерах, которыми я пользуюсь сам, из-за которых, скажем так, могу поручиться. Я работал с этими ресурсами, я знаю, что там реально хорошие все вещи есть. Окей? Давайте посмотрим. Значит, когда вы выиграете green card, я вас вверх поздравляю, теперь вы должны выбрать, куда ехать. На самом деле это и простой, сложный выбор. Простой в каком плане? Много штатов, разная стоимость жизни, где-то тепло, где-то холодно, где-то рядом с океаном, где-то рядом с горами. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, кому будут отправляться документы, которые вам будут отправлять правительство по вашему выигрышу green card, а, соответственно, саму green card, куда будет отправляться. Это очень важный вопрос, потому что при собеседовании в посольстве вы должны указать имя человека и его адрес США, куда будут отправлены все документы, в том числе и ваша green card. И зачастую такого человека просто нет. Ну, вы едете в новую страну, откуда у вас там знакомые. Вы должны об этом позаботься заранее, вы должны найти такого человека, списаться с ним, вы должны доверять этому человеку. Это должен быть не просто algum левый человек, который вам что-то рассказывает в телевизоре. Это должен быть, прям доверяют человеку, потому что туда будут приходить все ваши документы и на его почтовый адрес будет приходить ваша green карта в том числе. В зависимости от того, где вы найдете этого человека, стоит переехать поначалу хотя бы в этот штат, чтобы быть на связи с этим человеком где-то рядом, чтобы вы могли прийти, забрать вашу грин-карт, ваши документы, которые будут приходить, там, и ССН ваши, прочее, прочее. То есть пока у вас не будет вашего почтового адреса в США, вы должны пользоваться каким-либо чьим-то почтовым адресом. Это первое, что вам нужно решить. В зависимости от этого вы решаете, в какой штат поехать. Я вам советую ехать в тот штат, где много работы. То есть не потому, что хочется кататься на лыжах, надо поехать в Денвер, Колорадо. Или не потому, что вам нравится, не знаю, там, озеро какое-нибудь, и нужно поехать, или там вам нравятся немецкие сосиски или польские сосиски, нужно поехать в Чикаго. Там великолепно, да, но всегда смотрите в первую очередь на рынок труда, потому что когда вы приедете в США, даже если у вас какие-то деньги будут, они все равно закончатся в какой-то момент. И нужно смотреть, где, скажем так, оседать, где начинать работать, заводить знакомства где-то, условно, там, бизнес-связи какие-то, нарабатывать опыт. В общем, нужно не только жить, но и работать. Обращайте на это внимание. Сразу скажу, что большие, очень большие рынки труда в Нью-Йорке, большой рынок труда в Калифорнии, просто много народу живет, поэтому большой рынок труда. Большой рынок труда также в Техасе, но не такой, как Нью-Йорк и в Калифорнии. Большой рынок труда в Чикаго, но опять-таки может быть не такой большой, как Нью-Йорк и Калифорния. Ну, из больших рынков труда это все. Все остальное, ребят, это либо средний, либо маленькие рынки труда. Чем еще свойственна Америка? На что еще обратить внимание? Если вы переезжаете в штат, в котором будет много иммигрантов, то вам там легче будет адаптироваться. Почему? Многие магазины, скажем так, национальные, вы можете покупать те продукты, к которым вы привыкли. Вы еще не знаете каких-то местных продуктов, можете покупать какие-то продукты, к которым привыкли. Гречку и прочее. Прямо на русском языке все будет написано. Второе. В мультинациональной комьюнити к вашему акценту, а поначалу, скорее всего, у вас будет акцент. Он, скорее всего, всегда будет. Если вы, конечно, тут не ребенком приехали, то, скорее всего, у вас акцент всегда будет. К вашему акценту будут по-разному относиться. То есть я, когда переехал в Колорадо, в штат, во-первых, мне трудно было понимать американцев. Я до этого говорил на английском, но я думал, что он у меня хороший. Оказалось, что нет. Для меня вся речь была как один звук. То есть я не мог даже слова предложения отвечать. Но я целый год еще ходил в школу. в ESL школе. English как Second Language. И там учился английского. После этого он более-менее уже стал понимать. После этого нормально стал разговаривать. Но до этого трудно было. И в Колорадо, скажем так, с вами не церемонятся. Там большинство американцев живут. Там эмигрантов не так много. И поэтому на ваши ошибки языковые вам будут, скажем так, указывать. А где-то намеренно, может быть, вас не понимать и переспрашивать по три, по два, по пять раз. И когда я говорил, например, «good morning», ну что-то непонятно «good morning», но меня по несколько раз переспрашивали «what?» Ну то есть неприятно. Не то чтобы критично, но неприятно. И вот когда неприятно один раз, это бог с ним. А вот когда тебе неприятно на протяжении нескольких лет и ничего не меняется. Вот это становится очень неприятно. Поэтому выбирая штат, выбирайте такой штат, ну хотя бы на начало советую, где много эмигрантов. То есть это, может быть, Чикаго, Чикаго-эрия. Это Северная Калифорния, там очень много эмигрантов, но там очень дорогая жизнь. Южная Калифорния, очень много эмигрантов, но жизнь подешевле, чем Северная Калифорния. Нью-Йорк-эрия, очень много эмигрантов. Прямо это вообще плавильный котел. Но там очень дорогая жизнь, еще, наверное, дороже, чем в Калифорнии. Ну и плюс там климат не всем подходит. Там довольно холодно, и дожди, и снега бывают. Поэтому Техас, ну я бы сказал так, это середина, это 50 на 50. Ваш акцент там будут слышать и будут замечать. И если для вас это не критично, можно Техас выбрать. Большие города, там Хьюстон, Даллас есть, Остин. Довольно приятные города. И стоимость жизни более-менее такая нормальная. Я имею в виду, вы дорого не будете платить за свою жизнь, на съем жилья и прочее. Ну, в общем, вот такие вот дела. То есть вы переезжать куда выбираете по двум критериям. Первое, вам нужен адрес, и какой-то человек с этим адресом, куда будут приходить документы. Второе, выбирайте штат, где вам бы более-менее легко было адаптироваться, как эмигрант. Теперь давайте я вам покажу ресурсы, которыми стоит пользоваться, и что вам вообще нужно для того, чтобы начать жизнь в Америке. И это видео будет, скажем так, initial-видео. Я его запишу так маленьким, небольшим, да, и где разберу в целом, какие есть ресурсы. Но в последующих наших видео я вам буду прям примеры показывать по работе с каждым ресурсом, где, как, что делать, где, как, что искать, где, как, что плавится и прочие-прочие-прочие моменты. То есть все то, через что я сам когда-то прошел. Давайте посмотрим на примерах. Ребят, мы на сайте TripAdvisor, и почему я сюда зашел? Потому что вам нужно будет решать, где вам жить, в первую очередь. В Америке не так просто сразу снять жилье вам будет. Здесь влияет так называемый кредит-скор. Об этом мы поговорим позже. Я вам покажу, что такое кредит-скор, как он бывает, как он влияет, на что. Ну, вообще, в целом, кредит-скор. Это как бы ваша кредитная история. У каждого человека есть номер, такой приравнивается к общей системе и показывает, насколько вы заботитесь о своих финансах и прочее-прочее-прочее. Но пока вы молодой иммигрант, пока вы только приезжаете в страну, у вас нет кредит-скора, либо он очень-очень маленький. Так вот, вам нужно найти, где жить. Вы, конечно, можете выбрать что-то на TripAdvisor. Вы можете выбрать какие-то отели, посмотреть их рейтинг. И заранее даже по интернету уже сделать букинг. Это очень-очень удобно. Вы можете воспользоваться сайтом Expedia. То же самое. Можете какие-то отели вместе с полетами, кстати, тут все. Можете арендовать машину Riancars, как на TripAdvisor, так и на Expedia. И там, и там это все доступно. Можно, конечно, пойти на Airbnb. Я вам сейчас покажу. Вот смотрите, это сайт Airbnb. Очень популярный сайт по съему жилья. То есть тут как бы частные люди зают в аренду частные дома или квартиры, или еще что-то. В принципе, тут тоже можно. Особенно если у вас дети, особенно если у вас домашние животные, тут, в принципе, даже, может быть, легче вам будет снять какое-то жилье. Тут, во всяком случае, кредитскор не так учитывается, как если вы будете какие-то арендовать апартненты. И об этом мы поговорим уже в следующих видео. То есть, по-первых, вам нужно будет где-то там месяц, два-три где-то пожить. Закладывайте на эту сумму. Посмотрите, какие вам приемлемы штаты, какие приемлемы цены, какие приемлемы цены по отелям. Сразу скажу, что нормальный отель, допустим, в Калифорнии меньше 100 долларов стоить не будет. Если, конечно, в день я имею в виду. Если, конечно, это не какой-то дил. Там по дилу можно и дешевле. Там за 40 можно долларов взять. Ну, во-первых, это будет не самый лучший отель. Во-вторых, как бы, ну, может быть, не самый лучший нет. Поэтому смотрите на дилы, смотрите, закладывайте в бюджет, сколько вы хотите денег потратить. Во-вторых, ребят, когда вы приедете в Америку, вам нужно где-то питаться. Я вам советую пользоваться вот этим приложением, Yelp. Вы можете и на свой телефон поставить. Вы можете поставить и на компьютер. Телефон, кстати, вам нужно будет взять отдельно здесь американский, потому что если ваш будет международный номер, то за трафик очень много будете платить денег. Где можно взять телефоны? Можно пойти на заправку. На любую, да, и там будут предоплаченные какие-то телефоны. Вот можно с этого начать. На любой заправке продается. Можно пойти в магазин Walmart. Вот магазин Walmart есть. Там тоже есть предоплаченные телефоны, и они покупаются уже с готовыми планами. Просто там кладете 30, 50, 100 долларов и пользуетесь этими телефонами предоплаченными. Потом, когда у вас уже будет кредитскор, вы можете уже взять какой-то план на Verizon или на AT&T, еще что-то, там очень такие нормальные планы, на свою семью можете взять. Но поначалу предоплаченный телефон – это самое оно. В этом видео еще расскажу, я все рассказывать буду так, быстро поверхностно, а в следующих видео я буду много рассказывать по каждой из тем. Окей, где питаться мы поняли. Мы смотрим на Елпи, рестораны, да, рядом с собой, рестораны, ивенты, там все, что хотите, можно посмотреть. А где покупать продукты? Вот, Walmart – это одна из самых больших сетей вообще продуктовых в мире. Я уверен, в какой бы вы штат ни приехали, у вас будет магазин Walmart где-то рядом. Если рядом не будет, пользуйтесь Uber либо Lyft. Вы знаете, да? Ну, на всякий случай покажу. Вот, смотрите, две компании. Вы можете пользоваться и той, и той. Заказ такси. Да, это одна компания Uber. Скачиваете на мобильный телефон свое приложение и заказываете такси. Я думаю, вы разберетесь, как делать. Но если нет, я вам покажу еще в следующих видео. И еще компания Lyft. И там, и там очень много водителей работает. Это частные водители. Я думаю, что в ваших странах, куда вы едете, у вас такое есть. Ну, на всякий случай показывают. В общем, берете такси, доезжаете до Walmart, берете продукты, едете обратно в отель, кушаете, все хорошо. Дальше. Вам нужно будет посмотреть дальше все-таки, где снимать апартменты. Апартменты – это квартиры. Либо дом, либо апартменты. Потому что если вы будете жить в отеле, это довольно дорого. Airbnb – тоже вариант, но тоже как бы дороговато вам будет. То есть вам нужно что-то на постоянку. Там через месяц, через два, через три. Я вам советую вот эти несколько ресурсов. Первое, более-менее нормальное – это ZILO. ZILO вы можете как на продажу, так и на аренд посмотреть, где какие дома, квартиры в вашем штате, городе, по zip-коду этого города или штата. В общем, ZILO – это такой вот хороший ресурс, где вы можете найти хорошую квартиру по хорошей цене, сделать виртуальный тур, посмотреть там, как все это делается. Но мы с вами еще дальше посмотрим. Дальше. Можно, конечно, не советую прям, но можно на крейк-листе находить тоже квартиры и тоже на съемы, апартменты, но это, скажем так, от частников. Просто выбирать свой штат и свой город и ищите на крейк-листе. Крейк-лист – это такая виртуальная барахолка, где есть все. То есть вы там и машину можете купить, и прочее, 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 и квартиру снять. Но крейк-лист – это, скажем так, менее подконтрольная структура, ее никто не контролирует, и поэтому, скажем так, можно попасть, по-русски говоря, на что-то. Поэтому я вам крейк-лист советую, но используйте его просто осторожно. Потому что, допустим, ZILO – там более-менее проверенный реал. Если вы хотите, ребят, купить машину и не хотите пользоваться крейк-листом, я вам советую обратить внимание вот на этот сайт CarMax. Вы можете здесь подобрать машину, и, в принципе, даже онлайн это можно сделать. Можно, они, я не знаю, привозят или нет на дом, но, в принципе, их много по стране, у них много дилершипов, вы можете, как бы, выбрать машину. И здесь, вот видите, оффер можно взять, и здесь машины проверенные. То есть они даже гарантию дают на бушную машину. Тут, в принципе, будут чуть дороже, чем на том же крейк-листе, но здесь машины будут, скажем так, с гарантией и проверенные. Вот хороший вариант, чтобы не попасть, используя крейк-листом. Но для того, чтобы ездить на машине, вам нужен драйвер-лайсенс. То есть вам нужна водительская лицензия или удостоверение личности, как в Америке называют. Для этого вам нужно обратиться в DMV. DMV. DMV, вот у нас в Калифорнии называется DMV California.gov, но в вашем штате, в вашем городе у вас будет какой-то свой DMV. Просто наберите DMV, и вы найдете ближайший DMV. Значит, DMV вам нужно будет получить права, по-русски говоря, вам нужно получить драйвер-лайсенс. Драйвер-лайсенс, он также является идентификационной картой. То есть как, ну, паспорт, грубо говоря. Ну, паспорт – это паспорт, это удостоверение личности, так скажем. Вам нужно сделать appointment online. Вот здесь appointment есть, я вам потом покажу, как это делается. Либо просто приехать в тот локейшн, где находится DMV, и отстоять там очередь, и сфотографироваться, предоставить там документы какие-то, я вам тоже расскажу, какие потом. И все, и получить драйвер-лайсенс. После этого вы можете ездить на машине и совершенно легально пользоваться автомобилем самостоятельно, и надо будет пользоваться такси. Еще вам нужно будет, ребят, получить SSN – Social Security Card. Для этого нужно обратиться будет на ssn.gov, заполнить тут, есть, кстати, на многих языках, я вам потом покажу тоже, как это все делается. Заполнить application, и вам придет SSN. SSN – это один из самых основных документов в Америке. Без него просто никак. На SSN заточено все. И credit score, и ваша personality, и ваша кредитная история, и то, что вы будете накапливать пенсионные средства, и, может быть, какие-то бенефиты вы будете получать. Это все-все-все SSN. Без SSN в Америке вообще никак. То есть все, что вам основное, первое нужно сделать, это SSN и драйвер-лайсенс, примерно грин-карту, то, что вы получите. Все эти вещи, все эти документы будут приходить вам на адрес тот, который вы указали в посольстве. То есть вам нужен чей-то адрес в Америке. То есть вам нужно найти такого человека. Дальше, когда вы оплатитесь, получите SSN, получите драйвер-лайсенс, грин-карт, все, вы можете покупать машину, и искать себе работу, выходить на работу. Покупать машину, как я сказал, можно либо на грейк-листе, но это немножко опасно. Можно обратиться в любую дилерскую. Дилерская – это автосалон. Там всегда есть какие-то бушные машины, и даже в больших автосалонах есть какая-то часть машин, когда бушные продают. Но если вы хотите просто недорогую машину взять, я вам советую на CarMax пойти, и я вам рассказывал, что есть такой вот, там можно купить машину. Дальше. Машину купили, вам нужно сделать страховку. Я пользовался разными страховками. Вот эта вот гейка – одна из самых нормальных. То есть тут на сайте все делается. Я вам тоже попозже покажу, как это все делается, но тут на сайте легко, очень легко можно сделать страховку. Причем вы можете сделать и на квартиру, потому что если вы будете снимать квартиру, там тоже нужна будет страховка. В основном требуют страховку на квартиру, что если вы там соседей зальете, чтобы не вы из собственного кармана платили. И на автомобиль тут можно сделать. И вот там Umbrella, мотоцикл, там автомобиль, Umbrella – это предусматривается общая страховка для всего. В общем, по цене это одна из самых нормальных будет страховок на рынке сейчас вообще все, что есть. Есть еще очень крутая компания Progressive. Я в ней тоже страховался когда-то, но там дороже. Но они очень быстро выплачивают, если что. Я не говорю, чтобы это что-то наступило, но вообще, если что, они очень быстро выплачивают. Поэтому про гейка не могу сказать, как они выплачивают, потому что просто пользуются их страховкой уже много лет. Но, во-первых, сделать ее очень легко в гейка. Просто очень легко. Вы также можете и получить на почтовый адрес страховый полис. Вы можете просто распечатать на принтере. В Америке это можно. Вы можете даже не распечатывать на принтере. Вы можете скачать мобильное приложение. И если вам нужно где-то предоставить вашу страховую полис, вы можете просто показать его на экране мобильного телефона. Все, это работает в Америке. Вы делаете страховку на автомобиль, и вы начинаете ездить на автомобиле. Все. Вы уже можете куда хотите поехать. Дальше. Вопрос, куда ехать. За продуктами мы едем в Walmart. Вы уже знаете, да? Что еще могу подсказать? Если вам нужны какие-то косметические средства, какие-то лекарства, какие-то биодобавки и прочее, есть сайт iHerb. Вы его, наверное, знаете, может быть, кто живет в России. Очень популярный сайт. Они доставляют и по территории США, и вообще по миру, в том числе и в Россию. Очень хорошие продукты по очень хорошим ценам. Я им очень давно пользуюсь, очень доволен. Также, ребят, зарегистрируйтесь на Амазоне. Амазон – это универсальная платформа, на которой есть все. И еда, и книги, и вещи, и какие-то компьютеры. Все, что хотите вообще. Все здесь есть. Доставку делают за один день, если у вас есть Prime Membership. Я потом объясню, как это все делается. За один день делают доставку на ваш домашний адрес. Дальше. Если вы не хотите покупать продукты в Walmart, потому что там не всегда бывают органические продукты, если вы привыкли к органической пище, существует большая сеть, она называется Whole Foods. Я уверен, что где-то она есть и в вашем штате, но вдруг даже если нет Whole Foods, загуглите. Есть еще один магазин, я сейчас вам его покажу. Этот магазин, ребят, называется Sprouts, 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 Sprouts Farmers Market. Там тоже очень много органических продуктов, очень много где расположены эти магазины во многих штатах. Но даже если в вашем штате не будет, просто загуглите. Органик грош или что-нибудь такое, или органик фуд, и вам выдаться. Еще вам, ребят, нужна будет одна вещь. Это страховка здоровья. Потому что врачи в Америке стоят безумно очень дорого. И стоматология, и просто если обратиться к врачу, вам обязательно нужна страховка здоровья, которая будет оплачивать ваши расходы. Можно обратиться в какую-то одну компанию. Вот просто обратиться, там много страховых компаний есть, но не факт, что вас одобрят, да. Поэтому есть такие, как называемые, агрегаторы страховых полисов, страховых компаний, где вы можете оплачиться один раз, но ваш аппликейшн разошлется на много компаний. И дальше вы посмотрите, кто вас одобрит. Это еще не всегда одобривают. И по цене, какая вам подходит, какая не подходит. Как в этой системе работать конкретно, я вам расскажу в следующих видео. Ну, просто одна из самых лучших систем, которая сейчас на рынке есть, это вот эта e-health. Она предоставляет по многим компаниям. Помимо этого веб-сайта, есть еще другие веб-сайты. Но я ими не сильно пользовался, я, может быть, еще ресерс сделал, вам покажу. Но тем не менее. Существует страховка отдельно здоровья, существует страховка отдельно dental, dental insurance. Она тоже подразделяется. Страховка здоровья и dental на разные виды, на разном виде покрытия, и все. Мы об этом с вами еще поговорим. Ребят, и еще. Когда у вас будет страховка здоровья, когда у вас будет машина, когда у вас будет driver license, и у вас уже будет green card, вам необходимо все-таки искать работу. Работу можно искать на крейк-листе. Тут много работы. Ну, так скажем, много и кидалово. Поэтому хорошую работу ищите на LinkedIn. LinkedIn.com. Я вам покажу все эти сайты в описании. Я, кстати, положу все эти сайты в описании этого видео, чтобы у вас были. Но, тем не менее, отдельно по каждому из этих ресурсов, сайтах мы еще отдельно поработаем. В каждом отдельном видео, я вам скажу, отдельно по каждому ресурсу. На LinkedIn ищется любая работа. Какая хотите. Вообще любая. Вы, конечно, можете начать работать и с Uber, и с Lyft, но работа распределяется на два, скажем так, направления. На то, что нужно сейчас, закрыть расходы, и работа на перспективу. То есть, кем вы будете через год, или через два, или через пять? А сколько вы выучите? А как поднимется ваша зарплата? А как вы вырастите на работе? То есть, нужно смотреть на эти все вещи. По поводу работы скажу так, что если вы хотите прямо сейчас работать, прямо сейчас, да, вы, конечно, можете пойти там на стройку. Или вы можете, я не знаю, там в такси пойти. Это будут не очень большие деньги, но, на всяком случае, хватит, наверное, для оплаты за квартиру. И эта вся работа ищется на крейк-листе. Сказать там обмануть, не обмануть, не могу сказать, потому что крейк-лист – это лотерея. Кому повезет, кому не повезет. Поэтому есть такой ресурс, а там уже выбирайте. Работа на перспективу. Вы можете отучиться, еще не приезжая в США, вы можете отучиться на нашем курсе. KML, K-Automation. Что такое K-A? Это тестирование. Тестирование программного обеспечения продуктов, каких-то устройств, приложений, веб-приложений, мобильных приложений. То есть, мы тестировщики, мы тестируем какие-то программы. Мы за это получаем очень хорошие деньги. Работы очень везде много. На нашем канале посмотрите еженедельный отчет о рынке труда. Я его каждую неделю выкладываю. Там вот написано, какая есть работа и сколько за нее платят. Но работа на перспективу отличается тем, вы еще можете, не приезжая в Америку, уже получить профессию тестировщика, уже начать работать в вашей стране. А я показываю, сколько по другим странам вакансий, сколько за это платят. А потом, уже приехав в США, здесь проходить интервью, оплавиться и здесь же продолжать работать тестировщиком. Это очень хорошее направление. И об этом я много рассказываю в других видео на нашем канале. В этом видео я все-таки хотел бы уделить время именно иммиграции, подготовке к иммиграции. И вот если вы хотите начать работу тестировщика или вообще любую другую работу найти, это LinkedIn. Вот LinkedIn, пожалуйста, можете искать. Ну просто у меня тут quality assurance, но вы можете там, не знаю, написать там NURSE, например. Вот NURSE. И посмотреть, сколько... Вот полмиллиона вакансий на сегодняшний день есть. Ну для NURSE вы должны отучиться, чтобы вы понимали. Отучиться еще несколько лет на английском языке и заплатить несколько десятков тысяч долларов за это. Получить лицензию, подтверждать ее каждый год. То есть, ну, с одной стороны, работа, с другой стороны, работать надо с людьми, которые приходят с проблемами со здоровьем, и потом как бы за это не очень много платят. В этом случае тестирование гораздо лучше. Но вообще работа ищется на LinkedIn очень хорошо. Окей. О чем мы сегодня с вами поговорили? Во-первых, иммиграция – это прекрасно. Иммигрируют люди с активной жизненной позицией. Если вы хотите что-то менять в своей жизни, если вы хотите лучшее будущее для себя, для своих детей, если вы верите, что вы еще что-то можете делать в этой жизни, попробуйте иммиграцию. Это интересно. Это не всегда легко. Но при определенном подходе, да, со временем жизнь налаживается. Все очень легко становится, и хорошо можно зарабатывать, жить прекрасно в любой стране. Но пройти какой-то путь надо. Чтобы этот путь был короче, легче, и удобнее, и приятнее, да, я в своем видео рассказал о многих вещах, на которые нужно обратить внимание. Пожалуйста, внимательно отнеситесь к этому, обратите на это внимание, заранее готовьтесь к этим всем вопросам, почему, чтобы не было потом, скажем так, как снег на голову. Чтобы вы, когда приехали в страну, была подготовлена подушка, платформа, которую вы будете уже себя комфортно чувствовать. Все. Дальше я в своих видео буду рассказывать о том, как жить и работать в Америке, где искать работу, чем питаться, где что покупать, где делать страховку, где покупать машину, сколько это стоит, на что обращать внимание, где можно путешествовать. Миллион вещей я вам расскажу еще. То, через что сам проходил и продолжаю проходить, живя в Америке. Ребят, в принципе, это все на сегодня. Был рад с вами пообщаться. Подписывайтесь на наш канал. Я буду регулярно выкладывать видео дальше об Америке, о жизни в Америке, об эмиграции, а также о том, как быть тестировщиком, как работать в тестировании, как зарабатывать хорошие деньги и как учиться на нашем курсе. Ссылка в описании есть. Смотрите. Был рад с вами пообщаться. Все. Пока. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин